Привет, ребята! Опять, у меня по-прежнему зовут Дарья, и настал тот момент, когда нужно подводить итоги уходящего года. И все памятные события 2018 года я писала на маленьком листочке и сохраняла их вот в такую вот коробочку из-под браслета, которую я заказала на Алиэкспресс. Браслет давно утирян, коробочка осталась. Также я писала некоторые цели вот в такой вот чудесной блокноте, который мне подарили аж в третьем классе. Вот, сегодня мы его откроем и посмотрим, что я успела сделать, что я не успела сделать. В общем, подводим итоги кардинально! Также некоторые вещи, которые сегодня я буду вам рассказывать, есть в самой моей группе. Да, кто не знает, у меня есть моя группа, мой паблик во Вконтакте, ссылка на него в описании. И также некоторые вещи, которые происходили, есть в самом видео. Поэтому переходи по ссылкам ниже, я их все оставлю, посмотри, что было, как все происходило, да? Договорились? Идем дальше. Все события я рассортировала по нескольким категориям, и первая категория это впервые. В этом году для себя я что-то открыла, типа Дарья, что-то впервые попробовала, Дарья впервые что-то сделала. И сегодня некоторые вещи я как раз вам и расскажу. В этом году, как ни странно, я впервые ездила в метро. Да. Были странные ощущения, как будто я еду в автобусе, но под землей, при этом пахнет шпалами. Запах мне понравился, эмоции непередаваемые. И впервые за пять лет я каталась на тюбинге. Детство ударило в голову. И ты не знаешь, то ли ты на этот раз отобьешь спину, или ты повредишь себе копчик. То есть ты играешь в фортуну. Но! Впервые за четыре года я также покаталась на каруселях, вот особенно на летучем голландце. Я не знаю, есть ли в вашем городе такой аттракцион. Но этот аттракцион вот так вот раскачивается, и как будто сделает солнышко. Ух, я орала, как не в себя, правда. Мне было страшно, просто ты смотришь, и у тебя весь адреналин в животе. Также в этом году я впервые пошла на фестиваль красок. Я не понимаю, зачем я вообще пошла. И фестиваль красок, наверное, года такие четыре или три назад было прям вау. Это было супер новое какое-то мероприятие для города. Типа, фестиваль красок, мы все там будем такие красочные, все грязные, потом мама нас наругает. Я такая, а чем я хуже свои 19 лет, тоже схожу, посмотрю, что такое фестиваль красок. В итоге я была все в красках, а еще я в линзах, и мне эти краски попали в глаза. Я такая, Дарья, зачем ты это сделаешь? Также в этом году, так как я уже совершеннолетняя, я впервые пошла на выборы. Это был нелегкий выбор. Я очень долго думала. Ну, мне еще дали обложку на паспорт, чему я бескрайне рада. Но я в итоге все равно обклеила, теперь у меня хендмейн и креативная обложка на паспорт. Также в этом году я побывала аж на двух концертах. До этого я всегда боялась ходить на концерты исполнителей, потому что думаю, ну там очень много народу, там будет слэм, а я боюсь слэм. И типа, ааа, что это такое? Я в Лучшопис уже послушаю альбом дома? Но в этом году я побывала аж на двух концертах. Первый концерт был Монеточки. Также тут есть само видео с этого концерта в описании, кликай. Также бывало на концерте группы I Speak, который все-таки отменили. У меня даже есть целый пост ВКонтакте и в Инстаграме. Но чуть позже будет само видео, прям полноценное, прям кадры, что произошло там. Поэтому ждите, выпущу, посмотрите, офигеете от происходящей картины. Вообще, в принципе, этот концерт перевернул мое мировоззрение в целом. То есть до этого, да, я знала, что есть у нас какие-то немножечко проблемы в культурном направлении, да? Есть такое, да, я об этом все знала, но когда ты сталкиваешься напрямую с этим, то есть вот, в лоб тебя бьет и говорит, Дарья, ты посмотри, что происходит. Все просто, да, просто все переворачивается. Думаешь, что вообще у нас творится в культурном направлении? Прошло уже, наверное, полтора месяца, а меня до сих пор переполняют эмоции. Я думаю, где справедливость? Где культура? Также этот год был богат для меня в материальном плане. То есть я совершила грандиозные для меня покупки. Покупка укулеле, на которой я сейчас играю и записываю разборы. Покупка стабилизатора. Я не знаю, зачем я его купила, я его просто купила. Я думала на тот момент, что он мне нужен, то я еще ни разу им не пользовалась, и в итоге он у меня сейчас лежит. Также покупка камеры, на которой я сейчас все снимаю, она всегда находится со мной. И благодаря этой камере сейчас у меня намного больше контента, потому что она легкая, удобная, компактная, я всегда ношу ее с собой. Но извершает покупки этого года, это, конечно, новый ноутбук, на котором я сейчас работаю, который сейчас не виснет. Я могу открыть несколько программ, работать одновременно везде, потому что я такая суперкрутая, да, и он не будет тратить мои нервы, я не буду переживать о том, что, блин, сейчас все вылетит, не сохранится! Также будет видео с моей покупки, потому что там есть отдельная история, как мы это все покупали, ждите января! Также есть следующая категория, я ее назвала разная, потому что там разношерстные события, которые произошли. В этом году я взялась за свое развитие в плане съемки, то есть я стала больше изучать, как все это снимается, как раз именно видео, то есть именно видео, не фото, я не фотограф. Почему-то многие люди думают о том, что фотографии и видео это одно, и я умею фотографировать. Нет, я абсолютно не умею фотографировать. Только видео, только хардкор. И в этом году я сняла несколько видосов на свой второй канал. Кто не знает, а у меня есть второй канал, между прочим, можете подписаться. Там не так часто выходят ролики, но вы можете смотреть мое развитие в плане съемки монтажа. И в этом году была моя первая коммерческая съемка, внимание, Никаха! Также в этом году я защищала курсовую аж три раза. Я написала ее за неделю до сдачи. Сдавала три раза. Неудивительно, Дарья, почему это интересно? Я сдала только с третьего раза. В этом году я поборола свой страх разговаривать с взрослыми. Да, у меня был такой страх, что я не могу разговаривать с людьми, которые намного старше меня. Потому что у меня был какой-то страх, что они меня не поймут, что я хочу им сказать. Я начинаю переживать, когда начинаю с ними общаться. Но когда я пошла первый раз на корпоратив в честь дня рождения моего начальника в рок-школе, все поменялось. Я увидела, что разные люди. Но потом, когда я увидела, что они так же общаются, у них такие же мемчики, у них такие же шутки, как и у тинейджеров. Я увидела, что все люди абсолютно одинаковые, вне зависимости от возраста. Также в этом году я действительно начала работать. Это очень странно. Причем это еще работа за деньги. Ну, первая моя работа это была в феврале. Я полторы недели была СММщиком. На этом все закончилось, моя СММ-карьера. Также следующая моя работа была, это работа в IT-парке. Я там вела лагерь для детей и курсы по видеоблогерству. Само осознание того, что ты ведешь курсы видеоблогинга. Особенно в этом году я почувствовала, что сейчас все больше и больше к нам прислушиваются. Что мы не просто люди с интернет, которые что-то бла-бла-бла-бла говорящие головы, да? Так, соседи, я знаю, что вы любите Лену Тевникову, но я записываю видео. Мне безумно приятно осознавать, что потихоньку-потихоньку, но нас воспринимают всерьез. Что мы можем приносить пользу, а не просто сидеть там что-то там в интернете и снимать свои тупые видео. То есть само осознание того, что теперь не только я учу людей играть на укурили с помощью разборов на ютюбе, но и вживую. Также в этом году происходило немало историй, связанные со мной. Первая история произошла как раз, когда я работала в IT-парке. Там стоят такие автоматы с едой. Вот для этого можно кинуть или монеты, или ставить купюру. Я такая, у меня как раз есть монеты, это последний рабочий день. Я такая, думаю, отлично. Думаю, пошикую. Взяла эту горсть монет, думаю, сейчас что-нибудь куплю. А я не понимаю, типа, алгоритм действий, как нужно, куда, что там делать, чтобы в итоге я что-то купила. Кидаю монету и понимаю, я кинула не в то отверстие. И она застряла. А рядом сидел на пуфе какой-то мужчина, и он такой, типа... Ну я, естественно, с ним взмутимым видом думаю, что же мне делать, как мне исправлять эту ситуацию. Как ни в чём не бывало, отошла. Пошла в кабинет, нашла какую-то скрепку. Пришла, как будто так и должно быть. Чё-то там махинации поделала. Вот так вот я лоханулась с автоматами. Следующая история произошла со мной, когда я сдавала экзамен по педагогике летом. Я такая думаю, ну завтра мне сдавать, сегодня, наверное, надо подготовиться. Взяла тетрадь, там сделала шпаргалочки, там вот этот ответ нашла. Кроме одного вопроса, это был тринадцатый. Я всё перерыла, потому что мы его, видимо, не прошли. В интернете толкового объяснения нет этого вопроса. Я такая думаю, ну блин, чё делать? Думаю, ладно, шпоры есть, выкручусь. То есть у меня же остальные вопросы есть. Думаю, ну как может мне попасться тринадцатый вопрос? И что вы думаете? Вытягиваю я этот билет, а он тринадцатый. Ну так как у меня подвешен язык, я так телеграммно выкрутила, сказала типа, вот этот вопрос обвиняет остальные вопросы, которые сказали ранее. Там чё-то так закрутила, завертела, что меня даже не стали слушать до конца и поставили пять. И говорили, молодец! Но весь этот год начался с истории с бутылкой. На тот момент я решила заняться своим здоровьем и поняла, что я очень мало пью воды. И тогда я поняла, что нужно заняться как-то своим здоровьем и решила носить с собой всегда бутылку с водой. Это был январь, было очень холодно, а я пошла снимать видео на улице. Я наливаю бутылку воды, и мама такая спрашивает, типа, зачем? Ты же идёшь на улицу, там же холодно. Откуда ты захочешь пить-то? Я такая, мама, всё под контролем. Я взяла бутылку воды, положила на тот момент другую камеру, она такая громадная, там взяла аккумуляторов, несколько штук, сменный объектив, всё в рюкзак закинула, пошла. Мы поснимали и пошли отогреваться в пекарню. Ну и заодно посмотреть, что мы там сняли. Достаю, значит, камеру и понимаю, а чё там мокро? Ну я тогда не продала значения, думаю, ну, наверное, я в снег кидала рюкзак, наверное, он там как бы в снегу-то повалялся, сейчас снег растаял, и стало мокро. Затем я ещё просовываю руку в рюкзак и понимаю, что моя бутылка открылась и разлилась полностью по рюкзаку. А у меня там вся аппаратура, у меня ещё с собой паспорт. Я поднимаю этот рюкзак, а с него стекает вода. И только эта история такая, что паспорт не настолько сильно пострадал, с камерой всё в порядке, а больше я не ношу теперь эту бутылку с собой. А следующая история этого года связана с моей доверчивостью, потому что я по своей натуре очень доверчивый человек. Я никогда не чувствую какой-то подвох со стороны других людей. Однажды мне написали в личку, типа, «Дарь, ты не можешь мне помочь, мне нужно закинуть деньги на карту, а карты у меня нет?» Я такая «Да без проблем!» Говорю, вообще ща помогу. Сказала номер карты, сказала там вот этот код, дата выпуска. Ну я же не чувствую никакого подвоха. У меня потом такие ещё спрашивают, «А что, сколько там денег?» Ну у меня там была небольшая сумма, я такая, ну, без зазрения совести сказала, что у меня там есть вплоть до копейки. Говорит, «Сейчас код придёт?» Я такая думаю, «А это не подвох?» Говорю, «Нет, нет, так и должно быть». Ну я говорю, «Код!» И у меня списываются с счёта все деньги. И с тех пор я стала менее доверчивой. Этот год запомнился тем, что я стала больше проявлять активность на городских мероприятиях. Я поучаствовала в Студ весне, БАМС, откуда есть целое видео. Съездила на форум в марте. Видела очень интересные темы для, опять же, для подростков. С этим форумом связана отдельная история. Само участие в этом форуме произошло настолько странно. Я подала заявку, её одобрили, сказали, «Приезжайте на очный этап в Казань!» Я участвовала в компетенции. Но оно было как-то связано, что с развитием и привлечением подростков к хорошим там сферам, деятельностью, что-то там, спорт, на-на-на. Думаю, как раз мой канал подходит под эту компетенцию. То есть я тогда ещё снимала «Тренер Галю». Думаю, опа, хорошо, разборы на укулили, тоже привлекают молодёжь. Думаю, поехали, всё. Мы поехали. Я начинаю защищать свой проект, говорю о том, что вот, я такая-то, такая-то, я снимаю такое-то, такое-то. Тем самым я привлекаю молодёжь заниматься музыкой и спортом. На что некомпетентно абсолютно жюри, потому что они сидели и они не понимали, что я говорю, потому что они далеко от сферы Ютуба. Проблема этого форума была в том, что было очень много компетенций, и не все они были признаны жюри. Там особенно был один чувак, я не помню, как... Именно чувак. Ему было лет, наверное, 50. Я не помню, как его зовут. Он меня просто топил такими глупыми вопросами. Меня очень сильно напрягает тот факт, что всё больше хотят привлекать в реальную жизнь людей с интернета, но они сами не понимают, что с нами делать. То есть делают различные форумы, делают различные компетенции, но они сами не понимают, что мы конкретно делаем. Также моя игра на укулеле приобрела новый уровень. Теперь я не просто играю три блатных аккорда дома, я теперь могу выступить. Я стала участвовать на квартирниках Ози. Это такие мероприятия, которые происходят раз в месяц. Любой желающий может выступить там, прочитать стихотворение, спеть песню или может что-то сыграть на инструменте, где, конечно же, непосредственное участие принимаю я. Впервые поучаствовала на таком мероприятии, как Творческий треугольник. Я там рассказывала, чем вообще занимаюсь, касаемо блогерства. И нам сказали, нужно сделать видео. Ну, ты же блогер. Это всегда вопрос. Ну, ты же блогер. Но почему-то весь мой монолог приняли за стендап и сказали, какой клёвый стендап. А это даже не было стендапом. Ну, а все видео с моих выступлений вы можете посмотреть по ссылке в описании. Также в конце августа я съездила на форум. Оттуда есть целое видео. Я не могу сказать, что я очень много информации узнала оттуда. Скорее, я больше познакомилась с новыми людьми и поняла, что саморазвитие — это круто. И сейчас мы, наверное, подведем итоги касаемо всего года. Могу сказать одно, что этот год был настолько сильным, настолько запоминающийся, потому что я ни один год так не запоминала, как вот этот 2018-й. Он меня научил тому, что самая главная ценность — это время. Теперь с каждым разом я начинаю задумываться, а нужно ли мне что-то делать в убыток себе, потому что я потеряю время. Поэтому, пожалуйста, цените каждый момент и саморазвивайтесь. И делайте то, что вы действительно хотите делать. Меня по-прежнему зовут Дарья. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok